Детский сад, открывшийся в Казанском университете, поможет родителям наладить контакт с особенным ребенком. Пять. Где-то? Нет. Где-то? Десять. А, десять, да. Польша и Беларусь затеяли игру в пинг-понг взаимными обвинениями. Кому придется взять ответственность за судьбу мигрантов? Их же они уже поймали и даже вынуждены были объявить, кто они. Там не было белорусов. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Мария Янышева. В Казанском федеральном университете откроется научно-технологический центр водородной технологии. Об этом во время рабочего совещания сообщил ректор вуза Ильшат Гафуров. При Казанском федеральном университете осенью открылся детский сад «Мы вместе» для детей с особенностями развития. Об организации процесса обучения и воспитания детей в нашем следующем сюжете. Детский сад Казанского федерального университета «Мы вместе» распахнул свои двери совсем недавно, в сентябре. Однако здесь уже созданы все условия для социализации, психологической поддержки и организации комплексного процесса обучения детей с расстройством аутистического спектра. Пять. Это? Мой. Это? Это десять. А, десять, да. Этого смышленого мальчика зовут Карим. С самых пеленок ему интересно все, что связано с числами. Именно поэтому каждый день он с нетерпением ждет нового урока с преподавателем. Карим, он функциональный мальчик, но он отвечает на вопросы. Мы часто работаем с ним, потому что у них хороший прогресс. К ребенку с расстройством аутистического спектра необходим особый подход, позволяющий погрузиться в его удивительный мир, подстроиться под его волну. Да, для достижения таких целей вполне успешно помогает музыка. А вот и еще одна интересная практика. Карточки ПЕКС как метод невербальной коммуникации. Это способ, позволяющий ребенку выразить свои желания и потребности, а педагогу донести значение слов. Каждому родителю хочется, чтобы ребенок говорил. И вот мы поэтому используем вспомогательные технологии. И ребенок, опираясь на данные технологии, начинает произносить звуки. У-у-у. Не слышу? У-у-у. Молодец. Давай еще покачайся. Для хороших результатов очень важно выстроить верный маршрут обучения и найти те методики, которые помогут добиться положительных изменений. Одной из таких является Эйбиотерапия. Эйбиотерапия – это терапия, которая используется у нас в России сравнительно недавно, а в мировом сообществе уже с 60-х годов прошлого века. И сейчас набирает популярность, потому что это одна из научно доказанных методов для коррекции расстройства аутистического спектра. Услышав диагноз аутизм, большинство родителей впадает в отчаяние и не знает, что делать. Однако детский аутизм – это не безысходность и не приговор. Подобные расстройства давно исследуют ученые и предлагают множество способов для успешной борьбы с недугом и всестороннего развития детей. Детский сад Кафул – мы вместе, тому подтверждение. Надежда Мещерякова, Александр Кузнецов, Универньюс. Десятки нелегальных мигрантов прорываются в Польшу из Белоруссии, а Евросоюз обвиняет Лукашенко в намеренном создании кризисной ситуации. Есть ли спонсор у потока беженцев? Разбиралась наш корреспондент Ариадна Кугушева. Толпа мигрантов из стран Ближнего Востока, стекающиеся из Белоруссии к польской границе, растягивается на сотни метров. Временные лагеря разбиты в лесах, прямо под заграждением. За сутки военные могут отражать до 300 попыток беженцев штурмом прорваться на территорию Евросоюза. Мигранты перерезают колючую проволоку и закидывают пограничников бутылками. На некоторых видео с места происшествия слышатся крики и стрельба. Позор Польше. В 1942-м они пришли в Ирак. Мы пустили их в свою страну, а сейчас они применяют газ в отношении нас, в отношении детей, закрывая для нас границу. Белорусские пограничники бьют нас, пинают как мяч. Польские ловят, бьют и гонят обратно Беларусь. Все, кто тут есть, устали. Мы просто нуждаемся в большой помощи для людей, для детей. Вопреки нормам международного права, Польша намерена и дальше оттеснять людей от границы. В Евросоюзе уверены, поток беженцев организовали белорусские спецслужбы, намеренно препятствующие поставке гуманитарной помощи. По обвинению в пособничестве нелегальной миграции на территории Польши уже задержали российского гражданина. С моей точки зрения, это все абсолютно абсурдное и надуманное обвинение в адрес Беларуси. Беларусь действует абсолютно логично. Граждане, иностранные граждане из Ближнего Востока, из Афганистана прилетают на самолетах законным образом, высаживаются на территории Беларуси. И Беларусь не имеет оснований контролировать движение этих граждан по территории Беларуси. Хотят ли они идти к западной границе, хотят ли они идти к восточной границе, они свободные люди. Десятки транзитеров, которых людей подкидывают, это немцы и прежде всего поляки, ну еще и украинцы, литовцы. То есть там своя мафиозная структура, которая обеспечивает этот транзит. Ситуация, которая возникла сегодня, она во многом и спровоцирована, и порождена самой политикой западных стран, которая целенаправленно, она в течение долгих лет разрушала стабильную систему внутренней власти, порядка в регионе Ближнего Востока, в африканских регионах. Пытались навязать собственные ценности. И в результате вот мы видим примеры арабских революций, различного рода гражданских войн в этом регионе, которые спровоцировали людей, мирно, спокойно живущих на протяжении десятков, сотен лет в этом регионе, на то, чтобы они сдвинулись со своих традиционных мест проживания и двинулись искать лучшие судьбы. А куда они идут? Они идут, естественно, в богатые страны, той же самой Европы. Но Европа уже теперь их видеть не хочет. Она хочет вмешиваться в жизнь этих стран, но ответственность нести и принимать этих людей она уже не хочет. Со ссылкой на источники в дипломатических кругах иностранные СМИ сообщают, что новые меры в отношении Белоруссии могут ввести с 15 ноября. Пакет санкций затронет ответственных за организацию миграционных потоков и виновных в нарушениях прав человека. В качестве правового основания Евросоюз планирует добавить новую категорию – торговля людьми. Ариадна Кугушева, Универньюз. За три недели ноября жители Татарстана должны заплатить 8 миллиардов 100 миллионов рублей налоговых выплат. О том, какие налоги необходимо погасить и не только, смотрите далее. 9 ноября на брифинге в Доме правительства Республики Татарстан глава управления Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан Марат Софиулин сообщил, что жители Татарстана до 1 декабря текущего года должны выплатить три вида налогов – транспортный, земельный и имущественный. На сегодняшний день, за 2020 год, все налоговые удомления нашим налогоплательщикам разосланы. Сегодня их 2 миллиона 157 тысяч человек. И общая сумма начисления, как вы видите на слайде, составляет 8 миллиардов 100 миллионов рублей. Это рост по сравнению с предыдущим периодом на 350 миллионов рублей. На рост объема налоговых платежей, которые собираются на территории Татарстана с физических лиц, влияют два основных фактора. Во-первых, действительно увеличивается количество объектов налогообложения, увеличивается количество автомобилей, находящихся в собственности физических лиц, увеличивается количество квартир, домов, земельных участков, находящихся в собственности физических лиц. Естественно, растет и налоговая база, и налоговые поступления. Немаловажен и второй фактор – продолжающийся переход от налогообложения недвижимости по инвентаризационной стоимости к обложению по кадастровой стоимости. Каждый год постепенно размер налогового платежа, взимаемого с собственников недвижимости, увеличивается, постепенно приближаясь к тому платежу, который должен быть в соответствии с кадастровой стоимостью того или иного объекта. В начале октября налоговые уведомления в электронном виде получили 680 тысяч татарстанцев, которые являются пользователями личного кабинета налогоплательщика. Остальные жители республики получили уведомления по почте. Я прошу наших уважаемых граждан, если они не получили налоговое уведомление по имущественным налогам, обратиться в любой налоговый орган, если у него есть имущество, и он не получил, обратиться в налоговый орган о том, что имущество оно есть, и по тем или иным причинам он налоговое уведомление не получил. В условиях сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановки по коронавирусу татарстанцев просит уплатить налоги дистанционно. Сделать это можно через мобильное приложение или через личный кабинет налогоплательщика.